Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия столкновения двух автомобилей в поселке Дзербышке. Просто он должен был уступать мне. Он не уступил. Пострадал один человек. Бегала за дворником с топором. Вчера вот бегали с топором. Я топором не бегала. Никогда это не было. Куда после этого исчезла девушка? И как отличить настоящих газовиков от мошенников, пришедших за деньгами и ценностями? Они могут вам сказать, принесите, пожалуйста, воды. Или принесите, пожалуйста, я спотел поток. Все это и не только прямо сейчас. Один человек пострадал в результате серьезной аварии, которая произошла на пересечении улиц Мира и Советская. Там столкнулись Лада Калина и Деу Нексия. По предварительной версии, пострадавший мужчина пассажир Лады жаловался на головную боль. Ему понадобилась помощь медиков. Как и почему произошла авария, узнала Нафиса Минязова. На первом ряду стояла газель. Газель как бы загражил. Ну, этому водителю он не видел короче. Именно газель, стоявшая в правом ряду перед предполагаемым виновником аварии, стал одной из причин ДТП. Так считает водитель Лады. Мужчина рассказал, на перекрестке улиц Мира и Советская хотел проехать прямо. Но путь ему переградила иномарка. И он на зеленый, и я на зеленый. Просто он должен был уступать мне. Он не уступил. Лады просто не видел, признался второму участнику аварии. Водитель Део обзор перекрыл грузовик. Он хотел повернуть налево на улицу Советская. На свой страх риск выехал, не убедившись, что это было безопасно. Тогда ты увидел летящую прямо в бок Ладу. Что-либо сделать для избежания столкновения было уже невозможно. Не хватило ни времени, ни расстояния. Мужчина, управлявший Нексией, понимал, что тут целиком и полностью не прав он. И перед водителем Лады вину свою признал полностью. Но сам он от комментариев о произошедшем воздержался. Тем более, что только материальным ущербом тут не обошлось. По предварительной версии пострадал пассажир автомобиля Лада Калина. Прибившие на место медики оказали ему помощь, но от госпитализации он отказался. А сейчас участники ДТП остались дождаться сотрудников автоинспекции, которым и предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112. 17-летний подросток попал под колеса автобуса 46 маршрута. Все произошло на перекрестке Короленко-Восстание. Как рассказал водитель, молодой человек стал переходить дорогу по пешеходному переходу, но на уже моргающий зеленый свет. Остановиться автобус не успел. Рамиль Шайдолин узнал состояние здоровья пострадавшего. 20 часов 50 минут. Почти конец рабочей смены. Экипаж автобуса 46 маршрута выехал в завершающий рейс. Но закончился он раньше и не по плану. На повороте с улицы Восстания на Короленко 51-летний водитель НИФА сбил переходящего дорогу по пешеходному переходу 17-летнего молодого человека. Женщина-кондуктор утверждает, что водитель не виноват. Подросток стал перебегать в проезжую часть, когда светофор для пешеходов уже стал мигать. И никто не думал, что он не будет дожидаться следующего. Но сигнал, хоть и мигал, был все же зеленый. На мигающий. На мигающий. А вы на возвращающийся нам стопы, да? В результате столкновения подростка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом пальца правой стопы. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. Пострадал от дорог. На улице Беломорской водитель такси разбил свою машину, угодив в яму, притаившуюся прямо посреди проезжей части. Автомобиль после этого занесло. Неуправляемая машина пролетела еще полтора десятков метров и остановилась на травмайных путях. Альбина Минебаева спросила, что теперь собирается делать мужчина. Наехал, хотел объехать. Начал заносить и вот сюда вылетел. Мужчина признался, хотел заработать. В свободное время он работает в такси. Направлялся на заявку, но на улице Беломорской, прямо посреди дороги, его машина вдруг провалилась в огромную, как ему показалось, яму. Автомобиль перестал слушаться управления. Остановиться мужчина смог спустя полтора десятка метров на трамвайных рельсах. Глубина ямы вот примерно 15-20 метров. Но вы сразу, то есть как остановились, проверили, да, глубину ямы там? Я сначала в шоке был, с машины не выходил, думал, что делать, может уехать. Посмотрел, вышел колесо. Рассказывать сначала хотел поставить запаску и уехать, но вспоминая силу удара, стал осознавать, что бесследно для подвески автомобиля это могло и не пройти. Оплачивать ремонт самому, имея страховку, не хотел. Поэтому решил вызвать автоинспекторов, пока их ждал, рядом остановились несколько машин и каждый из водителей, предлагая помощь, говорил, что не раз попадал в эту же ловушку. Альбина Минебаева, Анафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. Бегала с топором за дворником. Такую картину видели жители улицы Кайманово в Нижнекамске. Как утверждают очевидцы, одна из местных жительниц напала на сотрудника управляющей компании, а разнимали их случайные прохожие. Дворника пытались задушить и забить топором. Рамиль Шайдулин знает детали. Вчера вот вы бегали с топором. Я нет, топором не бегала. Никогда это не было. Не было это. Эту женщину жители двух домов по улице Кайманово в Нижнекамске теперь всерьез опасаются. Все произошедшее своими глазами видели немногие, но история за считанные часы стала известна всем. Бежит рушанья. Тетя Люба, спаси меня. И это она с этим вот, как зубилом-то, начала махаться. Но мы ее не могли никак остановить. Я кричала на помощь. Все произошло в половине седьмого утра в помещении, где работает вахтер, и могло бы остаться незамеченным. Но внимание жителей окрестных домов привлекли полиция и скорая помощь, подъехавшие на место. Сотрудники милиции увезли ее вчера потом. Мы сначала эту скорую вызывали сюда, ну, чтобы успокоительные уколы сделали. Они таблетки дали, приехали. Потом вызвали участкового тоже. Участковый потом их увез. Сейчас полицейские разбираются в причине, которая заставила 55-летнюю женщину напасть на 27-летнюю работницу управляющей компании. Об этом думают и соседи. Никаких претензий к девушке у них нет и не было. У нас недавно работает, но хорошая женщина. Всегда приветливая, всегда разговаривает и отвечает на приветствие, тоже отвечает. Обратные отзывы о женщине, подозреваемой в нападении. И соседи, и сотрудники дома управления общаться с ней опасаются. К тому же подозревают, что она может состоять на учете в психоневрологическом диспансере. С топором бегает. Вот и все. Больше ничего не скажу. Какой-нибудь стресс был, наверное. Сан ненормальный. А дворница сказала, что она не первый раз уже к ней так выходила. Сегодня двор убирала другая женщина. Жители домов надеются, что с прежним дворником все в порядке, и девушка вернется на работу. Правда, то, что подобное не повторится еще раз, никто пока не гарантирует. Рамиль Шайдулин, Александр Комаров, Евгений Лызаев. Вызов 112. Прикрываясь газовиками и работниками социальных служб, полицейские предупреждают, этот способ мошенничества сейчас один из самых популярных. Газовое оборудование проверяется регулярно, и замаскироваться мошенникам труда не составляет. Они даже осматривают плиты и колонки, просят зажечь газ, сделать пену, проверить тягу, и уходят. Но вместе с деньгами и ценными вещами. Айрат Назипов узнал, как ценности оказываются у мошенников, и как отличить их от настоящих сотрудников газовых и социальных служб. У нас, например, утечка газа зарегистрирована у вас, или необходимо проверить газовое оборудование. С этими фразами зачастую многие мошенники под видом работников газовых служб проникают в квартиры, как правило, пожилых татарстанцев. Дальнейшие варианты разные. Они могут сказать, что плита или другое оборудование старое, и под угрозой штрафов предложат его поменять. Разумеется, за деньги. Другой способ, хоть и менее изобретательный, но общеизвестный и популярный. В этой схеме чаще всего участвуют два мошенника. Они могут вам сказать, принесите, пожалуйста, воды, или принесите, пожалуйста, я вспотел платок. Ну, сделать все, что угодно, чтобы вы, скажем так, потеряли, если их двое человек, одного из них известно. То есть один вас отвлекает, говорит, вот это надо поменять, вот это надо отремонтировать. Второй в это время, так как вы его не видите, может быстренько полазать в шкафах, в тех местах, где, возможно, могут быть спрятаны денежные средства. Все происходит очень быстро. Хозяин квартиры даже не всегда замечает отсутствие второго человека. А чтобы максимально обезопасить себя, один из злоумышленников будет отвлекать потерпевшего, сколько это возможно. И только потом владельцы жилья замечают пропажи денег и ценных вещей. Способы противодействия простые, напоминают полицейские. Самый основной – не торопиться пускать в свою квартиру незнакомцев. У всех их квитанции, приходящие, да, за, значит, по газовой службе есть, есть, да, уже вот эта квитанция приходит, позвонить туда, диспетчеру, и спросить. Я такой-то, такой-то, проживает по такому-то адресу. Вы направляли людей для проверки газового оборудования? Если мошенники раскрыты и уже собираются уходить, закрывать на этом глаза не стоит. Лучший способ защиты – сообщить обо всем полицию. Задержать подозреваемых проще всего по горячим следам. Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112. О способах обмана и методах защиты от мошенников рассказали полицейские Казани жителям города. В рамках акции «Осторожно, мошенники» они раздавали казанцам листовки с информацией о соблюдении мер и личной, и имущественной безопасности. Кроме того, полицейские провели поквартирный обход, где особое внимание уделяли людям пенсионного возраста. Им рассказывали о видах и схемах обмана с банковскими картами, телефонных мошенничеств и преступлениях, совершаемых во всемирной паутине. Самое простое – это сразу же не входить в доверие, не открывать посторонним людям дверь в квартиру. Если вам приходит СМС-сообщение, что ваша карта заблокирована, что у вас родственник попал в беду, гонит вам, то есть сразу это не доверять, а сначала переправить информацию. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.